Итоги субботника подвели на еженедельном совещании в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. В уборке города было задействовано 365 единиц техники, в том числе 88 самосвалов, которые вывезли 2558 кубометров мусора. Главы районов рассказали, как прошла уборка на их территориях. На расчистку города выходили муниципальные служащие, депутаты, сотрудники предприятий, ТСЖ, ЖСК, жители города. Выполненная работа основного – это сбор мусора, ограбление газонов, покраска мафов. И там, где возможно, это уже шла работа муниципальных предприятий, покраска и ремонт ограждений, вскапывание газонов по возможности, по погоде, там, где было сухо. Глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, мало мусор собрать, нужно проконтролировать его вывоз, чтобы он снова не оказался на газонах. И это задача глав районов. Вывоз мусора крайне важен. Не забывайте обращать внимание на граффити. Тоже с этим надо справляться. Сейчас погода уже позволяет. Глава Департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов рассказал об итогах работы за 2021 год и о планах на 2022 год. По итогам прошедшего года показатели федерального проекта «Спорт. Нормы жизни» и национального проекта «Демография» были достигнуты. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, по итогам года составила почти 50%. Несколько спортивных объектов города отремонтировали. Так завершен капитальный ремонт баскетбольного комплекса «Орбита», площадка которого очень востребована. Большая часть работ выполнена за счет внебюджетных источников. Вот как раз на капитальном ремонте шор номер 13 «Орбита» я хотел бы остановиться чуть подробнее на следующем слайде. Был полностью отремонтирован капитальный фасад, фасад вентилируемый, замечательно красивый. Также полностью были отремонтированы внутренние помещения. Они как раз представлены на картинках. Это и раздевалки, и душевые, и зону восстановительного центра. На текущий момент комплекс у нас замечательно красивый. И я считаю, что это лучший баскетбольный зал в Самаре. Для удобства жителей зимой в городе было залито 128 ледовых площадок. В Самаре работают 105 тренеров по месту жительства. На базе средних школ открыто 56 отделений по разным видам спорта. Почти 9 тысяч человек в 2021 году сдавали нормы ГТО. 4223 участника достигли наивысшего результата. Выдана стипендия 25 молодым спортсменам. В ближайшее время Департамент физкультуры и спорта планирует запустить приложение, по которому можно будет отслеживать тренировочный процесс и успехи своего ребенка. На совещании обсудили и подготовку к празднованию Дня весны и труда и Дня победы. В этом году все праздничные мероприятия, в том числе шествия Бессмертного полка, пройдут в очном формате. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.